Здарова народ, с вами Вула, и знаете чё, сижу я как-то на выходных, листаю ленту в ВК и как-то всё, коронавирус, 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 каждый, блять, второй пост коронавирус. Надо бы посмотреть, что за вопрос такой, что за бацилла новая пристала, я-то белорус, это у меня трактор лечения от всех болезней, а люди бегают по магазинам, скупают бумагу, антисептики, каши, марихуану тоже. О чём я? Мы в дерьме, мы в дерьме! Но я всё-таки решил, надо изучить вопрос поподробнее, собрал себе аппарат молекулярного уменьшения, уменьшился и внедрил себя в тело заражённого коронавирусом. А там... Итак, всем привет ещё раз, с вами Вула на ваших экранах Doom Eternal. Сегодня поговорим об очередной поделке от софтвера, которая нам подарила абсолютно мясной зуботробительный экшен, а именно Doom Eternal. Казалось бы, что может сейчас привлечь обывалого геймера в тот время, когда выходит в просто невероятные игры с большим открытым миром, с офигенным сюжетом, какими-то там невероятными механиками, с постоянным хождением куда-то или ещё чего-нибудь. Куда там какому-то Doom до этих игр? А вот нет, хренушки вам. Doom это как раз-таки то самое, что выделяется на фоне всего того, что сейчас выходит, потому что это тупой безмозглый шутан, там вообще не надо думать, всё тупо на реакции, на умении бегать и стрелять, никакого Press X to Win вы там не увидите. И это, так сказать, основная визитная карточка Doom, как в том же Wolfenstein, Серьёзном Сэме, Пейнткиллере и так далее, такого подобного рода играх, в которых вас просто закидывают в коридорные локации, дают цель, месить всех направо и налево, и вы этим и занимаетесь. Самое главное, чтобы было чем это делать. Ну а давайте-давайте-давайте всё по порядку. Пойдём, начнём для начала с Гарафония. И тут как бы всё осталось приблизительно на том же самом уровне, что и в 2016 году. Ну, вот реально, серьёзно, если просто вот поставить рядом два скриншота с 2016, думаю, и с Eternal, то я думаю, даже с первого взгляда вы и не заметите, какой игре какой скриншот принадлежит. Ну вот, да, может быть, есть маломальские изменения какие-то. Там текстур чуть-чуть получше, там шейдеры чуть-чуть получше, там эффектов добавили, там моб немножко покрасивее разлетается, там пушка немножко поярче стреляет. Но всё это такие мелочи, что на общем фоне это особо и не замечается. Если вы будете сначала играть в Doom, потом в Doom Eternal, такое ощущение будет, что игры вышли, ну, с разницей в день, а то и вообще в один день. То же самое, в принципе, можно сказать и по дизайну. Дизайн персонажей, мап-дизайн, уровни, противники, всё-всё-всё, что есть в игре, в принципе, осталось плюс-минус на том же самом уровне, что и было в 2016 году. И это всё в совокупности. Ну, плюсом, конечно, назвать с натяжкой только можно, но это определённо не минус. То есть игра в графическом плане нисколечки не убавила. А если смотреть с атмосферной точки зрения, то тут, в принципе, вообще всё идеально. Все локации проработанные, все задние планы тоже. Конечно, на улицах мы бываем нечасто, по большей части всё коридоры, коридоры, коридоры. Но если есть какое-то открытое пространство, то задний, конечно, проработан тоже на высоком уровне. Там постоянно творится либо какой-то ёбаный апокалипсис, либо какой-то гигантский страж идёт куда-то по своим делам. Наверное, бумагой затариваться в магазин. Так что, в общем, в графоне никаких претензий вообще нету. И более того, оптимизация, опять же, осталась на том же высоком уровне. То есть, все знают, что Doom 2016 года шёл практически на любом калькуляторе без видеокарты. Это я, конечно, утрирую. Но всё равно, Doom 2016 года была просто невероятно оптимизированная игра по меркам того времени. И, в принципе, сейчас, на данный момент, Doom Eternal тоже будет запускаться практически на любом среднестатистическом компе. И будет спокойно выдавать хороший стабильный фреймрейт. Следующее, о чём я хочу поговорить, это о звуке. Я обычно всегда после графики разговариваю о звуке, потому что... Ну, я обычно всегда начинаю с чего-нибудь незначительного такому, и там всё дальше и дальше, и дальше, и дальше. Звук, на самом деле, я считаю, гораздо более важной составляющей, чем графика. Поверьте мне, играть вы можете в игру с, ну, хреновой графикой. То есть, это вот вам, Minecraft, пожалуйста, игра хорошая, да, без проблем. Да, сделано пиксельными, но какая разница, у неё есть свои фишки, несмотря на то, что там хреновая графика. Так вот, следующая основная составляющая, как по мне, это звук. Вот, если звук подобран под игру хорошо, если хорошо поставлен музыкальный аккомпанемент, если хорошо поставлены звуки, в принципе, всего остального в игре, то бишь, здесь у нас стрельба, звуки противников, звуки окружения, атмосфера общая, то звук может вытянуть практически вот, ну, любую игру, в которой, к примеру, какая-нибудь специфическая вот графика, например, как в Крис. Что же касается дома, то тут, мать твою, всё превосходно! А прекрасно здесь всё просто из-за одной составляющей, из-за аккомпанемента. Плевать на звуки игры, на звуки, там, стрельбы, на... там, какой-то шум, который там на фоне, как мобы разрываются у вас на запчасти. Да, это, конечно, всё классно, красиво озвучено, но твою мать, когда начинает играть музыка, всё, игра просто преображается. Музыка заряжает вас таким, блядь, демоническим, сука, состоянием, вы готовы рвать на запчасти просто любого демона... Нельзя так говорить, надо говорить альтернативно живые. Так вот, вы готовы рвать просто на части любого альтернативно живого и сделать из него существенно мёртвого. В этом плане, конечно, Миг Гордон, как композитор, ну, очень сильно выделяется. Не многие, наверняка, знают, что Миг Гордон приложил руку ко множеству играм, там, и в NFS, там, и в Fear, и в Doom, и в Wolfenstein. Ну, Wolfenstein это тоже один софтвер, но неважно. Все, разумеется, знают его в основном именно по Doom. Композиции в Doom это вот тот самый пример, когда музыка вытягивает игру и задаёт ритм просто вот бешеный. Тебе плевать на сюжет, тебе плевать на графику, тебе плевать на звук остального, но когда ты под музыку, прекрасную музыку, демоническую, просто разрываешь на части любое живое существо, которое покажется у тебя на экране, вот это бесподобно. И ведь софтвер это прекрасно знали. Но вы только послушайте, вот как бы игра звучала без звука. А вот как то же самое, уже под офигенский аккомпанемент. Ну, ладно, в принципе, со звуком тут всё понятно, можно было там сильно так уж и не нахваливать. Теперь поговорим уже о чём-нибудь другом, посерьёзнее и пообширнее, а именно о геймплее. О самом способе умерщвления противников, так сказать. И тут всё предельно полятно, это, твою мать, мясной шутан, что тут ещё можно делать? Просто бежать, стрелять и уворачиваться. У вас в основном три цели. Это бежать, смотреть, куда бежите, и стрелять. Можете, в принципе, не стрелять, только бежать и смотреть. Можете даже не смотреть, но бежать вы обязаны обязательно. Кто стоит, тот мёртвый. В этой игре стоять нельзя вообще никак. Ну, это если играть на сложности кошмар. Конечно, там пониже, там уже попроще всё, но, по крайней мере, на кошмаре постоять вам, поверьте мне, не дадут. Если вас, кстати, интересует прохождение, можете посмотреть по ссылке в описании, или вон по подсказке сверху залететь. Там полное прохождение Тёрнула, на кошмаре, и ещё там заодно в плейлисте можно первый дом глянуть. Тоже, кстати, на кошмаре. Так что, надеюсь, я вам поня... Так что, надеюсь, вам понятно основное правило. Быстрый, живой, медленный, мёртвый. Это, конечно, основная механика, но давайте немножко посмотрим поподробнее. В принципе, как и с предыдущей части, остались обычные стволы. И, в принципе, всё то же самое. Тробовик, двухстволка, рельса, автоматы, пулемёты, БФГ, разумеется. Да, уже всё немножко изменённое, но, по крайней мере, все пушки плюс-минус одно и то же. Лишь там за некоторыми исключениями, которые вы сами сможете там найти в игре, открыть по прохождению сюжета. И прокачка, в принципе, себя тоже ничего сверхъестественного не представляет. Походу, игры качают разнообразные способности, увеличиваете количество брони, ХП, здоровье, открыли модификацию на ствол, улучшили её, сделали ей мастерство. То есть, выполнили испытания на это оружие, получили ещё какой-то дополнительный перк на оружие. В принципе, ничего удивительного, и, то есть, ну, тут ни к плюсам, ни к минусам отнести нельзя. Но зато отнести можно к плюсам сам геймплей. А именно то, что в Doom 2016-го у нас, если помните, прыжковые ботинки, которые позволяли нам прыгать дважды, появились где-то, наверное, там ближе, ну, не к середине игры, но, допустим, где-то там 30-40% игры уже пройдено там, и только потом появляются прыжковые ботинки. Здесь же у нас дабл-прыжок появляется в самом начале, и более того, в самом начале вам ещё и позволено стрейфиться. То есть, на Shift вы можете ещё и уклоняться быстро. Ну, как уклоняться? Не обязательно. Это в стороны, это можно и вперёд, и назад делать. Пак в том, что это уклонение очень сильно ускоряет геймплей. Просто вот до невероятных скоростей. Если ещё использовать перк, который вас ускоряет после того, как вы рукопашно добиваете противников, то скорость там просто возрастает до небес у игры. И поверьте мне, творится там такая вакханалия, что не успеваешь даже, бывает, посмотреть, что сейчас происходит, за что ты сейчас отцепляешься. А цепляться там, поверьте, есть за что. То есть, практически за любой уступ можно зацепиться, подпрыгнуть, на какой-то балке прокрутиться, полететь повыше ещё, там ещё подпрыгнуть, на другую балку зацепиться. Там, конечно, полный трошак творится, какой-то вообще непонятный. И при этом тебе надо ещё бегать, смотреть, стрелять, уворачиваться от противников. Там просто... В общем, крайне для тормозов. Как мы уже поняли с первого правила, затормозил, сдох. И это, наверное, вторая фишка игры после звука. То есть, таких сейчас шутанов не делают. То есть, единственное, наверное, шутан подобного рода, это тот же самый Wolfenstein, но это, твои мать, той же самой компанией, по факту. Но это ладно, с геймплеем тут, в принципе, всё понятно. Там ничего сверхъестественного нету. Это обычный мясной шутан. Беги, стреляй, убивай, всё. Больше ничего тут нету. Как, впрочем, и сюжета. О чём мы, кстати, поговорим вот именно сейчас. Потому что сюжет в Doom, это, как вы знаете, какая-то такая второстепенная штука, как, к примеру, сюжет в Dark Souls. Только если в Dark Souls он как бы есть, но его тебе как-то надо там выуживать из игры, из предметов, из каких-то фраз разговоров, из какой-то там ещё ерунды. И оттуда, 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 оттуда. И ты, типа, якобы получаешь сюжет. В Doom, несмотря на то, что он подаётся постепенно, равномерно, целевоотнаправленно, это коридорный шутан. Ты пошёл в одну локацию, выполнил, пошёл в следующую локацию, выполнил, пошёл в следующую локацию, выполнил, всё. Всё, сюжет поддаётся идеально, повествовательно, но он там и нафиг не нужен. Единственное, что вы знаете сюжету, что я босс, и я должен всех отпиздить. Потому что по факту, вот если, к примеру, вы в Dark Souls играете за моба и сражаете против боссов, в Doom вы играете за босса. Doom вот такая игра. В Doom вас боятся абсолютно все, свои, чужие, там без разницы. Мы как бы палач Рока, сражаемся против демона, блять, альтернативно живых, но если вы, людишки, будете выёбываться, получите пизды тоже. Но как бы вы только что не подумали, что я тут нахваливаю, нет, на самом деле сюжет в игре, ну, поверхностный и простой. То есть ничего там сверхъестественного вы не найдёте, то есть сюжет это не основная фишка этой игры. И это некоторых может действительно, ну, разочаровать, потому что гнаться за какими-то там сюжетными поворотами, ну, в игре такого вы не найдёте, поверьте мне. С самого начала вы знаете, что ваша задача убить всех, и в самом конце задача нихуя не поменяется. Так же самое, будет убить всех. А что же вот касается реализации, то тут даже я немножко разочаровался. Несмотря на то, что я понимал, что, ну, от думы сюжета требовать нет смысла, вот тут его подавали крайне неприятно, потому что весь ваш геймплей состоит из в основном двух действий. То есть вы попадаете в миссию, там сражаетесь с противниками, что классно, идёт какой-то небольшой платформер, то есть там часто вам нужно допрыгнуть до какой-то следующей локации, то есть прийти куда-то. Ну, всё это, конечно, проработано красиво, то есть вы сначала убиваете, потом прыгаете по локациям, опять убиваете, опять прыгаете, опять убиваете, проходите миссию. И дальше вас выкидывает в обители Рока, ну, или стадель Рока, неважно. То есть и тут появляется пауза, вот это, и типа якобы передохнуть, но очень сильно это портит впечатление от всеобщего происходящего в игре. Если, к примеру, в думе 2016 года вы просто шли по порядку, по порядку, по порядку, вот, и шли по одной локации, дошли до конца локации, дальше идёте, но это как бы продолжение предыдущей локации, продолжение предыдущей сюжетной истории, то в Этернале вы же просто уже прыгаете так от миссии на базу, с базы на миссию, с миссии на базу, с базы на миссию, с миссии на базу. И вот так вот скачете туда-сюда, 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 ну, как бы, знаете, так вот странное ощущение. Только что ты сражался, 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 блин, миссия закончилась, давайте ещё, а тебя на базу кидает. Здесь такой А где битва? Потом ты опять отправляешься на базу То есть и вот это вот переходняк Такой, ну блин, такой себе Плюс они сделали вот этот вот цитадель Рока В ней нужно открывать разнообразные комнаты А раскидали их, ну так далеко друг от друга Блять, ну честное слово Там фигачить надо, хрен знает сколько времени Чтобы добраться до нижнего этажа куда-нибудь Да, несомненно, сделано красиво О графике мы уже поговорили О мап-дизайне, там все прекрасно сделано Ну мать твою, какого хрена так далеко бегать А бегать, как я сказал, приходится практически После каждой миссии А если вы еще перепроходите некоторые миссии Для того, чтобы открыть все секретики Для того, чтобы открыть все костюмы Которые тоже, раз говорю, разбросаны по всей цитадели Там, конечно, просто вот Халай-махалай, побегать, конечно, придется знатно И вот это вот, как я говорю, такой вот Непонятный диссонанс Вроде как бы ты играешь, нормально, все на стероидах А потом тебя такой в домашнюю обстановочку Закидывают И ты там типа сидишь, ждешь Ну и напоследок, что я могу еще сказать В принципе, игра достойна своего имени То есть это все тот же самый Doom Это мясной шутан, от которого не требуется сюжета От которого требуется только бежать И убивать Все Я могу определенно сказать, что он мне очень понравился Особенно если играть на максимальной сложности Тогда это хотя бы челлендж Потому что сражаться против дел Да, блять, альтернативно живых На кошмаре действительно сложно На Ультра Найт Мэри с одной жизнью Я вообще хрен знает, как там все пройти Разумеется, рано или поздно найдется какой-то спидранер Который там задродит Овер тысячу часов И все-таки наконец-таки ее пройдет на Ультра Найт Мэри С одной жизнью, с кучей гличей Но даже пройти на кошмаре ее очень сложно Потому что очень часто в игре Стревают такие ситуации Особенно если вы пытаетесь пройти на 100% Там очень часто Вас будет закидывать в какие-нибудь Маленькие такие комнатки В которые вам нужно сделать, к примеру, испытание на время Если вы испытание это не выполните То разумеется, но он же будет делать заново его Ну это логично Только вот фишка в том, что на этом маленьком пространстве Появляется столько мобов И вам от этой черни ну никак не увернуться А убить их надо как можно быстрее Потому что частики-то тикуют Так что в целом могу сказать вот что по игре Doom не разочаровал нисколечки Когда я услышал, что будет Doom Eternal Я подумал, ага, все, понятно, будет круто Я зашел, прошел Doom Eternal Ага, круто, офигенно Играть стоит, ребят Но все же есть еще одна маленькая проблемка Которая связана с патронами, которые выпадают с мобов Если у вас эпилепсия Или вы просто негативно относитесь к ЛГБТ У вас может возникнуть такой непроизвольный болеводный рефлекс Потому что все патроны, которые выпадают с мобов Они такие какие-то разноцветные Розовые, желтые, фиолетовые, красные, зеленые Но неужели нельзя было сделать все одним цветом Зачем вот вводить вот эту, блин, где радугу Это очень сильно выделяется из общей стилистики Doom Но на этом все, друзья Я надеюсь, вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят Только в хорошие игры Всем удачи Всем пока